МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фея, фея, пошли, да. Оп-оп-оп-оп, стоять! Это сварик, Кирюх, а? Оборзели вообще. Ты и ты, свободны. Я сказал, свободны. Что ты, тварь, а? Руку сломаю в следующий раз. У меня одного пусти хотя бы, я свой. Свои в клубе, свободен. Я сказал по-русски! Пошел отсюда. Шлепан. Ты об этом еще пожалеешь, гнида бейсконтрольная. Герой, смотри. Спас magari Guys. Я бы она любила меня. С takeaways ever the two of you! С overs fate союзом воплата! Это если ты не видишь meine машинка, то всё нахер, это не я. Но это не смешно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, Карпухин, Станислав Иванович. 30 лет, город Калюжинск. Улица Элеваторная, дом 9, квартира 15. Это совсем недалеко отсюда пару кварталов. Странно, при нем нет ни денег, ни телефона. Телефон у Стаса был дорогой, я звонил на него, но он сейчас вне сети. Это вы обнаружили тело? Я менеджер этого клуба, Криволапов Аркадий Петрович. Я вышел около пяти утра, шел к своей машине, она там дальше по улице припаркована, а Стас тут лежит. А во сколько Карпухин ушел из клуба, вы видели? Да, клуб закрывается в 4, Стас ушел в полпятого. А вы не знаете, у него были какие-то проблемы на рабочие? Ну там обиженные клиенты и тому подобное. Вы знаете, вы у Кирилла лучше спросите. Это охранник, он обычно со Стасом в паре работал. Который в майке секьюрити? Да. Честно говоря, Стасу нравилась его маленькая власть. Он на фейс-контроле работал на входе. Определял, кого пускать, кого нет. Любил внешний вид гостей прокомментировать. На него обижались, конечно, но чтобы убить. Аркадий Петрович, нам нужны записи с камерой наблюдения, на что у входа. Ага. Пойдемте, провожу вас. Сейчас догоню. Короче, охранник сказал, что Карпухину вчера угрожал какой-то парень. После того, кто-то выписал в клуб. Галина Николаевна, пару месяцев тому назад в клубе твоя ночь наркоконтроль проводил рейд и задержали 5 человек на наркотическом опьянении. Личность дилера установить не удалось. Да, все материалы по делу я уже запросил. Это когда же вы успели? Станислав ведь погиб чуть больше часа назад. Да это не Стас, а его младший брат Геннадий. Он у нас тоже работал на фейс-контроле, сменщиком Стаса. Такая трагедия. Погиб четыре дня назад. Два брата погибли в клубе. За одну неделю вы молчите. А кто занимался убийством Геннадия? Да там не убийство. Несчастный случай, ДТП. Генну сбил пьяный водитель и скрылся. Я проверил. Похоже, действительно неумышленный наезд. Водителя не нашли. Свидетельница не смогла опознать модель. Какой-то внедорожник. Камер ГИБДД там нет. А в местный автосервисе никто не обращался. Полиция отправила ориентировки в ближайшие населенные пункты. Но пока тишина. Да, понял. Мы сейчас тут заканчиваем и выезжаем на квартиру братьев Карпухиных. Да, да, связи. Вегена и Стас увлекались велоспортом. На работу, с работы, всегда на велосипедах. Вот здесь все записи с камер наблюдения при входе. А записи с камер внутренней наблюдения тоже здесь? Нет, нет. Камер внутри нет. Только снаружи. Понятно. Компьютер мы забираем. А что у нас по мотиву наследства? Если предположить, что Геннадий погиб не случайно, кому-то могла быть выгодна смерть обоих братьев? Официальных наследников у Карпухиных нет. Братья жили вдвоем в двухкомнатной квартире. Родители давно умерли. О, значит, не только велики. Видимо, где-то есть секретное авто. Ты лучше сюда посмотри. Благодарственное письмо. Карпухин Станислав Иванович. Заняться ними помощью в деле государственной безопасности. Подпись заместителя директора ФСБ России. Ого. Вот так. За братьями Карпухиными никакой автомобиль не числится. Ключи от автомобиля Нива. Есть отпечатки Станислава. И неопознанные пальчики, судя по размерам, женские. Я проверял телефонные контакты. И Станислава и Геннадия ни на кого из их знакомых Нива не зарегистрирована. Ты знаешь, что странно? Эти ключи ни разу по назначению не использовались. Они абсолютно новые. Обрати внимание на координацию движения девушки и ее лицо. И лицо парня. Думаешь, наркоманы? Да практически уверена. Холодов послал их фото в федеральную службу по наркоконтролю. Вскрытие закончило? В организме Станислава никаких следов наркотиков не обнаружено. Смерть наступила от удара по голове тупым предметом. Сегодня в полпятого утра. Ну, плюс-минус. Из ФСКН ответили. Ну и что? Этот клуб у них находится в разработке. По оперативным данным там торгуют наркотиками. Они вот этого парня опознали. Игнат Вадимович Илюхин, 23 года. Задерживался в состоянии наркотического опьянения. Так, штраф 5000 рублей. И еще пять дней тому назад они в туалете нашли труп девушки. Как показала экспертиза, у нее была передозировка. Уголовное дело возбуждали? Галина Николаевна, да там все кисло. Какая-то наркоманка передознулась в клубе. Так, надо запросить дело и тело девушки. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК С ФСБ. Рогозина, слушаю. Мне сообщили из ФСБ закрытую ранее информацию. Станислав Карпухин работал на таможенном паспортном контроле три года назад, где и стал фактически героем России. С его помощью был пойман особо опасный преступник, некий Махмудов, который собирался покинуть страну, изменив внешность. Он сделал себе пластику, отрастил бороду. Однако Станислав Карпухин, увидев ориентировку, узнал его по глазам. Отличная память. Именно, Станислав обладал фотографической зрительной памятью. Возможно, супервнимательный герой России обнаружил оборот наркотиков в клубе. За это его и убили. Возможно, но я не исключаю и месть со стороны дружков Махмудова. Андрей, дело Махмудова уже прислали, проверь. Так, а может быть, это была месть того наркомана, которого они пустили в клуб за дозой? Вот постановление на обыск квартиры Игната Илюхина. Бери Шуставо и поезжайте. Понял. Погибшая в клубе. Полина Семеновна Зябликова, 20 лет. Мать убрала три года тому назад, отец еще раньше. Нигде не учится, нигде не работает. По показаниям подруг в клуб твоя ночь ходила очень часто. И на какие же деньги она клубилась? Сдавала квартиру, оставшуюся от бабушки, со стороны отца. Да, вот это нашли при ней. В деле написано, что здесь имеются ее отпечатки, но это надо перепроверить. Слушай, а что по тому преступнику, которого Станислав опознал? Махмудов сидит. Подельников своих он сдал. Те тоже сидят. Но что интересно, брали Махмудова на взлетном поле, когда он из автобуса шаттла шел к самолету. Так что ни он, ни его окружение не знали, кто конкретно его узнал. И еще, на суде фамилия Станислава тоже не звучала. Да, получается, что с этой стороны мстить Карпухину некому. Возле клуба «Твоя ночь» в городе Калюжинске обнаружен труп фейс-контрольщика Станислава Карпухина. Ему проломили голову чем-то тяжелым. Фейс выясняет, что четыре дня назад погиб младший брат Станислава, Геннадий. Из комитета по наркоконтролю сообщают, что недавно в клубе был найден еще один труп. Безработная Полина Зябликова умерла от передозировки наркотиком. Фейс запрашивает тело Полины. Выясняется, что накануне Станиславу угрожал наркоман Игнат Илюхин, которого не пустили в клуб. Оперативники едут на квартиру Игната. Значит так, на кухне в банке с сахаром обнаружен пакет с таблетками. Сейчас будет готов результат экспресс-анализа. О, анализ положительный. Это амфетаминосодержащие вещества. Да, понял. Лейтенант, остаетесь здесь, в засаде. Отпечатки пальцев на ключах из сейфа Станислава принадлежат погибшей в клубе Полине. Подожди, но ведь у Полины нет Нивы. И со Станиславом она ни разу не созванивалась, я же проверял. Да они вообще, похоже, не знакомы были. Ну, смотри сама. Вот, это запись в день смерти Полины. В клуб она пришла одна. Видишь, на Станислава внимания не обращает. Ну, он, в принципе, тоже. Я закончила исследование тела Полины Зевриковой. Смерть наступила от перезировки наркотиками амфетаминового спектра, плюс большое количество алкоголя. Никаких следов насилия на теле я не обнаружила. Повеселилась девочка. И еще, состав наркотика идентичен найденному в квартире Игната. Полина не контактировала с Игнатом. И ни с кем из сотрудников клуба тоже. Откуда она взяла наркотик, это непонятно. А в ее телефоне, ну, тут просто фото разных симпатичных мальчиков. На пакетике отпечатки Полины, значит, последнюю дозу она приняла сама. Боюсь, что первую и последнюю. Состояние волос и костей Полины говорят о том, что она не была наркоманкой. Я решила попробовать в первый раз, и это оказалось для нее роколым. Надо искать клубного дилера. Галина Николаевна, похоже, мы его нашли. Я нашла. В телефоне Полины есть всякие женские записи, напоминалки. Ну, там, походу, в салон красоты и так далее. Но за четыре дня до смерти есть одна очень странная запись. Папа Гриша и адрес. У Полины отчество Семеновна. А папа Гриша как-то сильно смахивает на кличку дилера. Вот и мы так подумали. Мы пробили этот адрес, и по этому адресу живет инвалид первой группы, завазки Григорий Петрович, 68 лет. Инвалид нашел дополнительный нелегальный заработок? Надо это проверить. Это дочка моя, Полина. Разрешите? Но ведь по документам у вас нет родственников, и по паспорту Полина Семеновна? Да это старая история. Я сам только недавно узнал, что я ее отец. А что случилось? Григорий Петрович, дело в том, что Полина умерла пять дней назад от передозировки наркотиками. Как же так? Доченька моя. Простите, пожалуйста, а как давно вы с ней знакомы? А? Как давно вы с ней познакомились? Да неделю-две назад Полина пришла ко мне со старыми письмами моими Верочке и с фотографиями. У меня был недолгий роман с ее мамой. Я даже не знал, что Верочка забеременела. Ну, Полина ничего не знала обо мне. И только совсем недавно нашла в бумагах матери мои письма и фотографии. Она сопоставила все это с датой своего рождения. И вот Верочка умерла. Три года назад. Да, а теперь вы говорите, что и Фабхалина тоже. Григорий Петрович, сестра! Да, слушай, Игната взяли. Илюхин, вы хоть понимаете серьезность вашего положения? В прошлый раз меня оштрафовали. В прошлый раз наркотики были в вашем организме. А сейчас их нашли у вас в квартире. Вот, пожалуйста. Вам светит 228-я. Приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. До трех лет. Да ладно! И это минимум. А сегодня убит человек, которому вы угрожали при свидетелях. А это уже совершенно другая статья. Что за бред? Какое еще убийство? Где вы были сегодня с четырех до пяти часов утра? Дома, один. Но я никого не убивал. Пожалуйста, я не хочу в тюрьму. Скажите, что нужно сделать. Я все сделаю. Я никого не убивал. Вот бумага, вот ручка. Контакты с дилером только через шифрованные смс-ки. Телефон не зарегистрирован. Игнат клянется, что продавца ни разу в жизни не видел. А откуда же он его номер знал? От знакомого наркомана, который уже умер. А что за шифр? Да примитивный. Игнат дал название тайников в клубе, где происходит обмен товаром и деньгами. Так. Вот это сообщение отправишь к дилеру, когда будете на месте. Понял. А деньги? Сейчас. Внимание. Игнат вышел. Подал знак. Деньги оставлены в тайнике. Принимайте его за углом. Высылаю шифровку. Племянница сегодня 10 лет. Купил конфеты в табачке. Ну и что это значит? Любое слово с буквой «ф» – это амфетамин. Цифра прописью, количество таблеток. А тайники? Да тоже все просто. Например, табачка – это днище напольной урны пепельницы в курилке. Конфеты сгорели. Как сгорели? В курилку кто-то непогашенную сигарету, что ли, кинул? Форс-мажор? Операция отменяется? Это значит, наркотики находятся под днищем огнетушителя. Товар в тайнике. Значит, деньги забрали. Начинаем маски-шоу. Возле клуба «Твоя ночь» в городе Калюжинске обнаружен труп фэйсконтрольщика Станислава Карпухина. Оказывается, что 4 дня назад в ДТП погиб младший брат Станислава Геннадий. Выясняется, что недавно в клубе был найден еще один труп. Безработная Полина Зябликова умерла от передозировки. Вскрытие показывает, что Полина не была наркоманкой. Все дороги ведут в клуб. ФЭС задерживает наркомана Игната Илюхина, у которого был конфликт с убитым фэйсконтрольщиком. Игнат соглашается сотрудничать со следствием. ФЭС готовит спецоперацию против наркоторговцев. Субтитры создавал DimaTorzok Тихо, тихо, тихо. Уважаемая публика, дамы и господа, попрошу сохранять спокойствие. Работает госнаркоконтроль. Стандартная проверка. Но сегодня вам повезло вдвойне. К вам приехал ФЭС. Товарищ майор, мы теряем выручку клиентов. Когда это безобразие закончится? А для вас, господин Криволапов, все уже закончилось и так. А это ваши ключи? На вас же совершенно другой автомобиль зарегистрирован. Гражданин Криволапов. Ну что, все по-честному. Конфеты сгореть не успели. Рядом был огнетушитель. Смотри-ка. Меченые купюры обнаружены среди денег Криволапова. А это тот самый незарегистрированный мобильник. Слушай, Игорь, проверь автомобили возле клуба. Хорошо. Гражданин Криволапов, вы поаккуратнее. Краска хоть и невидимая, но очень токсичная. Да, да, понял. Аркадий Петрович, совсем плохо ваше дело. Мы нашли машину, такого количества наркотиков в багажнике. Даже на первый взгляд, хватит, чтобы дать вам очень крупный срок, поверьте. Так, лейтенант, выйдите отсюда. Закройте дверь. Аркадий Петрович, за что вы убили Станислава Карпухина? Это вы о чем? Хватит дурочку гнать. Герой России, бывший сотрудник таможни, выяснил, что тут у вас происходит. Тоже мне нашли героя. Стас и был моим поставщиком. Вот это его. Очень интересно. И вы сможете это доказать? Да легко. Вы бы и сами нашли. В моей машине лежит ноутбук, там записи внутреннего наблюдения, неофициального. И там есть записи с моей камеры в моем кабинете, про которые Стас ничего не знал, со звуком. Приятного просмотра. Очень интересно. А что, Геннадий, брат Стаса, тоже в вашей шайке? Нет, Генка не при делах, он был лох, каких поискать. На нем природа конкретно отдохнула. А вот кто убил Стаса, это я и сам бы очень хотел узнать. Криволапов действительно записывал разговоры со Станиславом про поставки амфетаминов в клуб. У Карпухина остались связи на таможне, вот оттуда и наркотики. Подробностей Криволапов не знает. Ну это пусть уже наркоконтроль, с ФСБшниками разбираются. Остальные камеры внутри клуба были установлены там, где тайники. Криволапов хотел знать всех своих клиентов в лицо. Полина Зябликова никогда не была их клиенткой, тем более она не покупала наркотики в день своей смерти. А мы знаем, кто покупал? Да, личности всех установили, кроме одного. Вот видеозапись. А Криволапов его знает? Нет, говорит, что впервые его видел. Но этот же бородач есть в телефоне у Полины. Сейчас. Увы, никто из подружек Полины его не опознал. Надо показать фотографию Григорию Завадскому. Возможно, он знает парня своей дочери. Хорошо. Нет, не знаю. Я ведь так и не успел Полиночку хорошо узнать, с кем она общается, куда ходит. И вот, только нашел дочку и тут же потерял. Да мне и самому-то немного осталось. Врачи дают максимально месяцев пять. Рак. А я ведь хотел Полиночке наследство оставить. Да вот, не успел все оформить. А имущество папы Гриши, это его двушка в Калюжинске. Рыночная стоимость около трех миллионов рублей. И еще у нее есть старое домишко с участком, где-то в пригороде. Вот адрес. Федеральная экспертная служба майор Аристов, капитан Шостов. Ой, а вы правда из ФС? Я интервью вашей Рогозиной по телевизору слушал. Какая женщина. Вы-то сами кто будете? А я Заливайло. В смысле? Вот. Да в биографическом. Глеб Бориславович Заливайло, Риэлтор. Я проверил. Сам дом ничего не стоит. А вот земля потянет миллионов на тридцать. Там, оказывается, федеральная трасса проходит. И кругом очень много коттеджных поселков. И что вы тут делали, Глеб Бориславович? Конкурентов устранил. Шустов и Аресты везут к нам этого, свидетеля Риэлтора. К нему обращалась наследница, папа Гриша. Хотела землю продать. Кстати, Арестов сказал, что этот тип по фамилии Заливайло, ваш страстный поклонник. Понимаете, земля-то здесь золотая. Вот я и решил удалить все объявления конкурентов, чтобы никто не мог больше претендовать на этот участок, а наследница общалась только со мной. А что за наследница? Молодая девушка, эффектная такая, в больших солнечных очках. Она не приезжала. Смотрите, нет? Может быть, не знаю, нет, не уверен. Но вот если меня допросит сама Рогозина, я думаю, что память моя прояснится. Пожалуйста, сосредоточьтесь. Какие у нее были губы? Губы? Ну, губы как губы. Скажите, а Галина Николаевна скоро к нам придет? Нос. Посмотрите нос. Похож? Может быть, не помню точно. Вы хоть что-нибудь точно помните? Ну, что вы меня мучаете, а? Я вообще плохо запоминаю лица. Я ничего не помню. Я клиентов все время путаю. Вот на прошлой неделе... Тихо, тихо, тихо. Посмотрите, похоже. Да. Нет. Не помню. Но я же говорю, плохая зрительная память у меня. Это очень мешает моей карьере. Галина Николаевна, я сейчас к вам забегу. Да, поняла, спасибо. Из полиции сообщили, в автосервис пригорода города Калюжинска пригнали Ниву с повреждениями. Езжайте сюда с Шустовым и возьмите фоторобот, который из себя вымучил этот риэлтор. Ну, и его самого домой отвезите. Какой-то он шибко нервный. Извините. Галина Николаевна, я, кажется, знаю, за что могли убить Станислава. И это не наркотики. Все дело в его феноменальной зрительной памяти. Я думаю, что фейс-контрольчик просто узнал кого-то, кто по какой-то причине скрывает свою внешность. Ну, а почему ты так думаешь? Вот, видите вот этого кренделя? Он мне только что весь мозг вынес, как это мешает ему работать. И я подумал, а что если Станислава, наоборот, помогала? Ну, что же, очень может быть. Проверьте записи из клуба за более долгий срок. Ну, и что, как успехи? Ключи из сейфа Станислава Карпухина от этой машины. Задержали водителя. Это Жукова Киран Древна, 29 лет, проживает в Калюшинске. Заливайла ее, опознал. Ага. Слушай, тут есть следы посторонней краски на капоте. Так, судя по акту ДТП, который Жукова предоставила в сервис, она наехала на столбик, как раз в день гибели Геннадия. Пыталась скрыть следы будущего наезда? Да, к сожалению, обломки в велосипеде Геннадия найти не удалось. Но у братьев были одинаковые модели. Этот бородатый чувак наш неопознанный покупатель наркоты. А вот здесь запись следующего дня. Как оказалось, это он же, но уже без бороды. Я использовал программу по распознаванию речи по губам. Внимание на экран. О, побрился? Так-то лучше. А где твоя клевая кепка? У меня есть то, что ты ищешь. Пойдем, отойдем. Этот же чувак, ну еще с бородой. Было в телефоне Полины. Ну и что? Побрился парень, да и все. Хорошо. Теперь самое главное. Смотрите, на цветном фото видно, что глаз черный. А вот здесь, даже в черно-белом изображении, видно, что глаз светлый. Парень не просто побрился и снял кепку. Он заведомо в день гибели Полины изменил свою внешность. И даже вставил себе цветные контактные линзы. Молодец, Андрей. Осталась самая малость выяснить, кто этот парень. Вот что, езжайте к Завадскому, покажите ему эту фотографию только без бороды. И фото Жуковой. Может быть, он их узнает. Что-то все это не клеится в общую картину. Да, слушаю. Так. Есть информация по найденной краске на машине. Гражданка Жукова, на капоте вашей Нивы обнаружены следы краски, идентичной краски с велосипеда Геннадия Карпухина. Запасные ключи от вашего автомобиля хранились в сейфе его брата, Станислава. Сейчас оба брата мертвы. Вам есть что сказать по этому поводу? Мне нужен адвокат. Слушаю. Риэлтор Заливаева опознал и Жукову, и ее машину. Это она вела с ним предварительные переговоры о продаже участка. Да, и вот еще фотографии из ее мобильного. Вот эти вот были удалены, но я их восстановила. Она явно знает этого парня. Он должен быть в списке контактов ее телефона. Холдов занимается. Что все это может значить? Какая связь между неизвестным с накладной бородой, Полиной, инвалидом Завадским, Жуковой, фейс-контрольщиком Станиславом? Зачем машиной Жуковой избили Геннадия? И почему Жукова приценивалась к чужой земле? А она что говорит? Да ничего она не говорит. Она адвоката требует. Мы находимся совсем рядом с разгадкой. Буквально в одном шаге. Я это чувствую. Убит фейс-контрольщик клуба «Твоя ночь» Станислав Карпухин. Выясняется, что за несколько дней до этого в ДТП погиб его родной брат Геннадий. В ходе расследования ФЭС разоблачает клубного наркодилера Криволапова. Как выясняется, Станислав был его поставщиком. Погибшая в этом же клубе от передозировки Полина Зябликова оказывается дочерью и богатой наследницей инвалида Григория Завадского. ФЭС задерживает Киру Жукову. Это автомобиль Жуковой насмерть сбил Геннадия Карпухина. В поле зрения ФЭС попадает неизвестный, который, возможно, причастен ко всем преступлениям. Установить его личность пока не удается. Сдается мне этот бородатый ключ ко всей истории. Найдем его? Во всем разберемся. Ну, мы пока даже имени его не знаем. А всех, кто с ним сталкивается, умирает. Да, но Рогозин считает, что мы в шаге от разгадки. Шшш. Шшш. Мы только что задержали вашего дружка, Тимура Налимова. Григорий Завадский во всем сознался. Как пять лет назад медбрат Тимур начал за ним ухаживать по распределению от поликлиники. Они подружились, и Григорий даже обещал Тимуру оставить квартиру. Когда выяснилось, что Григорий смертельно болен, они решили оформить все официально. Вот тут-то Григорий и вспомнил про старый домишко. И вы поехали посмотреть свои будущие владения. Прочитав объявление, вы же поняли, что это горы золотые, а ваша подружка Жукова успела и с риелторами пообщаться. Но тут объявилась родная дочь Григория Полина, и радостный старик решил ей завещать свой старенький домик. Завадский не понимал реальной стоимости своего имущества, и лучшую часть он решил оставить вам, квартиру. И тогда вы убили Полину, загримировались, познакомились с ней, отвели ее в клуб и устроили там передоз. Вот, посмотрите. Вы покупаете наркотики. А потом вы оплошали, потеряли ключи от машины Жуковой в клубе. Зачем вы их вообще взяли с собой? Да потому что идиот! Взял запасную связку от моей Нивы, нацепил брелок от дорогущей тачки. Все для понтов, чтобы в фейсконтроль пройти. Ничего я не терял. Эта Полина напилась и сама ради шутки положила их в диван. А я только на следующий день вспомнил. И вернулись в клуб, но уже без бороды, без контактных линз. А Станислав вас все равно узнал. Тимур ведь прекрасный актер. Еще со школьного драм-кружка умеет гримироваться. Обычные люди ведь обращают внимание, запоминают яркие детали, а не самого человека. Поэтому он нацепил эту кепку, как отвлекающий элемент. Вам не повезло. Станислав оказался необыкновенным человеком. Он запоминал все. И он стал вас шантажировать? Ну да, он стал денег требовать. Сказал, что ключи нашел. А я ему говорю, ключи эти не мои. Так он, представляете, помнил, что я их на пальцы крутил, когда мы в очереди в клуб стояли. И помнил, что с Полиной мы там были. Еще и запись эта. Ну, в общем, упросил я его подождать неделю, чтобы деньги собрать. А Кирка говорит, это не вариант, и надо этого фейс-контрольщика валить. А зачем вы убили его брата, Геннадия Карпухина? Так мы же не знали, что их двое. Тем более они как инкубаторские в этих майках одинаковых. И на одинаковых великах тупо их перепутали. А, и вы учтите, что за рулем Кирка была, у меня и прав-то нет. На следующий вечер мы с Тимуром поехали в клубу разведать обстановку. Там на входе снова, как призрак этот, фейс-контрольщик стоит, живой. Мы поняли, что ошиблись. И надо начинать все сначала. Кто был, Станислава? Тимур, с меня хватило ДТП. В гараже моего отца спрятан пакет с гаечным ключом. На ключе пальчики и кровь. Тимуру я сказала, что выкинула. Почему не выкинули? Страховка никогда не помешает. А вдруг Тимур решил бы меня кинуть? И со свадьбой, и с наследством. Да я все пять лет спал и видел, как Завадский оставит мне квартиру. Только не поймите меня неправильно. Я к нему искренне привязан, и мне его по-человечески жаль. Но Кирке уже почти тридцать, она семью хотела, ребенка. А когда я ей сказал, что Завадскому жить осталось полгода, она уже и свадьбу стала планировать. А тут еще оказалось, что наследство золотое. А тут дочка. Да какая она ему дочь? Она про отца узнала еще года три назад. Выяснила в поликлинике, что он инвалид, и решила, что горшки за ним не будет выносить. А тут недавно врач ей знакомый сказал, что у него рак обнаружили. Ну, она и решила нарисоваться. Слушайте, а почему вы выбрали такой замысловатый способ убийства, передозировка? Полина сама виновата. Нечего было понтоваться передо мной, какая она крутая тусовщица и богатая наследница. Да и к тому же, кто бы стал расследовать серьезно передозировку наркоманки в клубе? Это был гениальный план. Мне казалось, мы все просчитали, но просто нам не повезло. Я-то радовался, что перед смертью обрел двух детей. А умирать придется в одиночестве. И похоронить будет некому. Субтитры создавал DimaTorzok